С чего же все началось? Сначала была книга Владычица Озера, где в конце Геральт погиб. Его убил крестьянин-пьяница, оставив в нем три дырки от вилл. Потом Йен попыталась его спасти, и потратив все силы, тоже погибла. Цири, прибывшая слишком поздно, не успела их спасти и забрала на остров Яблонь. Так, казалось бы, закончилась сага о Ведьмаке. Но прошло несколько лет, спорный сериал, не очень годный на его основе фильм, рок-опера и свет увидела игра The Witcher. Игра не только по книжной вселенной Ведьмака, но и напрямую продолжающее повествование с момента окончания книг, в котором мы не только следили за похождениями Ведьмака, но и сами участвовали в конкретных приключениях. Создавалась она силами тогда еще молодой, маленькой команды энтузиастов. И кто бы мог подумать, но небольшая, а относительно игра, от еще более маленькой студии, нашла свою верную аудиторию. Потом сделала спорную, но лично мне понравившуюся вторую часть, и конечно же потрясающую третью, которая уже завоевала сердца сотен миллионов игроков по всему миру, познакомив их и с Геральтом, и с остальными играми, и даже с книжной вселенной Ведьмака, как например меня. И вот, наконец, мы плавно подошли к самому главному вопросу, который звучит в миллионах умов. А будет ли четвертая часть похождения Геральта? Привет, ковбои! С вами Войс Ребус, и вот же ж беда! Одна из концовок третьей части нам указывает на смерть Геральта. Лично я не верю в то, что он погиб именно тогда. Он успешно отбился от остальных монстров, его рефлексы просто не дали ему умереть. Но потеряв ту, которую он так любил, в нем что-то оборвалось. Теперь им двигала слепая ярость, жажда мести, в рамках которой он рано или поздно найдет свою смерть. Умрет, скорее всего, ударом в спину. Нам этого не показали, но финальной сценой с монстрами нам дали намек, что теперь Ведьмак будет искать смерти и когда-нибудь ее обязательно найдет. Впрочем, эта концовка лишь одна из трех в рамках основной игры. Оставшиеся более позитивные и явно не грозят Ведьмаку желанием собственной смерти. А если еще и пройти дополнение кровь и вино, то мы увидим, что Ведьмак фактически нашел свое место в Тусенте, в этом сказочном, вечно пьяном мирке, в котором он, кстати, уже задерживался. Так почему бы ему не остаться тут навсегда? Вечное пьянство, празднование и бесконечные заказы на монстров в катакомбах. Но это тоже своеобразная смерть. Пускай и не физическая, но Геральта, каким мы его знали, уже нет. Именно поэтому CD Projekt Red в свое время заявили, что это последняя игра про Ведьмака. А точнее, про того самого Ведьмака, Белого Волка, мясника из Блавикина или просто Геральта из Ривии. Своё предназначение он выполнил, а значит, ему пора на покой. Но конец истории Белого Волка не означает конец Ведьмаков и особенно всей вселенной или серии игр. Это, наоборот, новое начало. У Рэдов есть проработанная вселенная со сторонами конфликта, особой кастой воинов-ведьмаков, чародеями, драконами и кучей всего еще. У Рэдов есть армия фанатов, которая, на удивление, все еще продолжает расти, судя по количеству проданных копий. У Рэдов есть бабло. Ну или как минимум было, пока они все не вбухали в разработку Киберпанка. Да у них есть все необходимое, чтобы перезапустить или продолжить вселенную с новыми героями, а может быть даже в новом времени, сохранив общий колорит и каноны мира, и даже некоторых персонажей для ностальгии. Лишь бы не Андромеда. А потому я всегда верил, что Ведьмак 4 будет. Еще на первых стримах по первому Ведьмаку мне постоянно задавали этот вопрос. И я всегда отвечал, что он будет. Может быть не сразу, может быть ли через 5, 10, но будет. Даже если не победит сознательность авторов, победит жажда наживы на популярной франшизе, тогда, пожалуй, действительно стоит опасаться о новой Андромеды. Но я надеюсь, до такого не дойдет. Кроме того, достаточно недавно в интервью глава CD Projekt, не путать CD Projekt Red, Адам Кичинский сообщил, что студия рассматривает возможность продолжения Ведьмака. Будет нечестно оставлять поклонников без следующей части, поделился своим мнением Адам. Мы работали над этой серией больше десятилетия, и я не думаю, что на этом все закончилось. Впрочем, он также отметил, что сейчас говорить о чем-то рано. Ведь есть Гвинт, который на тот момент еще даже в ЗБТ не был. И Киберпанк, который по слухам вообще решили делать с нуля. Но самое главное мы услышали, Ведьмак 4 будет. И не важно, что фактически Адам Кичинский не из редов, и не имеет прямого отношения к ним, а значит и к разработке игры. Важно, что его слова подтверждают мою теорию. А значит это еще одна капля на чашу весов выхода Ведьмак 4. Надеюсь, вы разделяете мое мнение касательно выхода четвертой части. И надеюсь вы, как и я, надеетесь увидеть ее хотя бы в начале следующего десятилетия. Если уж вопрос о том, будет или не будет Ведьмак 4 более-менее закрыт, то вопрос о чем он будет, только лишь становится более существенным. На мой взгляд, есть как минимум 4 пути развития. Первый, все-таки, касается Геральта. Ведь сага о Ведьмаке, это сага в первую очередь о Геральте. Соответственно, Реды могут не рисковать и продолжить рассказ о его приключениях. Возможно старость, возможно молодость, а может быть просто несколько приключений по типу каменных сердец и крови с вином. Неплохо, но не совсем то. Возможно, нас ждет мощная история основания касты Ведьмаков с повествованием от лица, например, первого Ведьмака. Возможно, мы увидим закат Ведьмаков от лица последнего их представителя. А возможно, будет лишь альтернативная история. В то же время, но взгляд как бы сбоку, со стороны абсолютно другого Ведьмака и совершенно другой команды. Правда, все это лишь предположения. В свое время я расскажу о каждом из них вам немного подробнее. Ну а пока, достаточно того, что мы знаем, что Ведьмак 4 просто будет. А вы как считаете, нужен ли он вообще? Или лучше забыть про франшизу на ее пике? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а я пока прощаюсь, увидимся в новом ролике. Пока-пока.